Я ведь не утверждаю, что он совсем нисколько не пострадал. Я лишь убедился теперь вполне, что он мог бы продолжать о своих аравитянах сколь ему угодно, дав только нужное объяснение. Но он тогда самбициозничал и с особенной поспешностью распорядился уверить себя раз навсегда, что карьера его разбита на всю жизнь вихрем обстоятельств. А если говорить всю правду, то настоящей причиной перемены карьеры было еще прежнее и снова возобновившееся деликатнейшее предложение ему от Варвары Петровны Ставрогиной, супруги генерала-лейтенанта и значительной богачки, принять на себя воспитание и все умственное развитие ее единственного сына в качестве высшего педагога и друга, не говоря уже о блистательном вознаграждении. Предложение это было сделано ему в первый раз еще в Берлине, и именно в то самое время, когда он в первый раз овдовел. Первой супругой его была одна легкомысленная девица из нашей губернии, на которой он женился в самой первой и еще безрассудной своей молодости, и, кажется, вынес с этой привлекательной, впрочем, особое много горя за недостатком средств к ее содержанию и, сверх того, под другим отчасти уже деликатным причинам. Она скончалась в Париже, быв с ним последние три года в разлуке и оставив ему пятилетнего сына, плод первой радостной и еще не омраченной любви, как вырвалась раз при мне у грустившего Степана Трофимовича. Птенца еще с самого начала переслали в Россию, где он и воспитывался все время, на руках каких-то отдаленных теток, где-то в глуши. Степан Трофимович отклонил тогдашнее предложение Варвары Петровны и быстро женился опять, даже раньше году, на одной неразговорчивой берлинской немочке, и, главное, без всякой особенной надобности. Но, кроме этой, оказались и другие причины отказа от места воспитателя. Его соблазняла гремевшая в то время слава одного незабвенного профессора, и он, в свою очередь, полетел на кафедру, к которой готовился, чтобы испробовать и свои орлиные крылья. И вот теперь, уже с опаленными крыльями, он, естественно, вспомнил о предложении, которое еще и прежде колебало его решение. Внезапная же смерть второй супруги, не прожившей с ним и году, устроила все окончательно. Скажу прямо, все разрешилось пламенным участием и драгоценную, так сказать, классическую дружбой к нему Варвары Петровны, если только так можно о дружбе выразиться. Он бросился в объятия этой дружбы, и дело закрепилось слишком на 20 лет. Я употребил выражение «бросился в объятия», но сохрани Бог кого-нибудь подумать о чем-нибудь лишним и праздном. Эти объятия надо разуметь в одном лишь самом высоконравственном смысле. Самая тонкая и самая деликатнейшая связь соединила эти два столь замечательные существа навеки. Место воспитателя было принято еще и потому, что именица, оставшаяся после первой супруги Степана Трофимыча, очень маленькая. Приходилось совершенно рядом со скворечниками. Великолепным подгорным имением Ставрогиных в нашей губернии. К тому же, всегда возможно было в тиши кабинета и уже не отвлекаясь огромностью университетских занятий, посвятить себя делу науки и обогатить отечественную словесность глубочайшими исследованиями. Исследований, правда, не оказалось, но зато оказалось возможным простоять всю остальную жизнь, более 20 лет, так сказать, воплощенной укоризной предотчизной, по выражению народного поэта. Но то лицо, о котором выразился народный поэт, может быть, и имело право всю жизнь позировать в этом смысле, если б того захотело, хотя это и скучно. А наш же Степан Трофимыч по правде был только подражателем сравнительно с подобными лицами. Да и стоять уставал, частенько полеживал на боку. Но хотя и на боку, а воплощенность укоризны сохранялась и в лежачем положении, надо отдать справедливость, тем более, что для губернии было и того достаточно. Посмотрели бы вы на него у нас в клубе, когда он садился за карты. Весь его вид говорил, я сажусь с вами в Яралаш. Кто разбил мою деятельность и обратил ее в Яралаш? Кто за это ответит? Погибай, Россия! И он осанисто козрял с червей. А по правде ужасно любил сразиться в картишке, за что и особенно в последнее время имел частые и неприятные стычки с Варварой Петровной, тем более, что постоянно проигрывал. Но об этом после. Замечу лишь, что это был человек даже совестливый. Ну, то есть иногда. А потому часто грустил. В продолжение всей двадцатилетней дружбы с Варварой Петровной он раза по три и по четыре в год регулярно впадал в так называемую между нами гражданскую скорбь, то есть просто в хандру. Но словечко это нравилось многоуважаемой Варваре Петровне. Впоследствии, кроме гражданской скорби, он стал впадать и в шампанское. Но чуткая Варвара Петровна всю жизнь охраняла его от всех тривиальных наклонностей. Да он и нуждался в няньке, потому что становился иногда очень странен. В середине самой возвышенной скорби он вдруг зачинал смеяться самым простонароднейшим образом. Находили минуты, что даже о самом себе начинал выражаться в юмористическом смысле. Но ничего так не боялась Варвара Петровна, как юмористического смысла. Это была женщина-классик, женщина-меценатка, действовавшая в видах одних лишь высших соображений. Капитально было двадцатилетнее влияние этой высшей дамы на ее бедного друга. О ней надо бы поговорить особенно, что я и сделаю. Субтитры создавал DimaTorzok